Эта история произошла со мной в возрасте 16 лет. Моя бабушка родом из маленькой таёжной деревни, где на момент моего последнего пребывания оставалось всего 12 жилых дворов. В её семье было шесть детей. Все разъехались жить по разным городам тогда ещё необъятного Советского Союза. И получилось так, что в деревне осталась жить только одна из бабушкиных сестёр. Раньше мы часто ездили летом в гости в это чудное место. Величественные сосны, извилистая чистая река, звуки природы и ещё много прелестей деревенской жизни. И вот тут раз бабушка пришла к нам в гости и сказала матери, что планирует съездить к Галке. Именно так звали ей сестру. Мол, старые уже стали, когда ещё свидимся? Я, услышав этот разговор, начал уговаривать бабушку взять меня с собой. Во-первых, родители в это лето начали строительство коттеджа, и меня абсолютно не прельщало проводить всё лето, мешая раствор, подавая алкашам-строителям кирпич, да и вдыхать ароматы кирпичной крошки в перемешку с запахом примы. Во-вторых, почему бы две недели не провести на рыбалке, поскакать на лошади, тем более, что к соседям тёте Гале практически каждое лето приезжал внук Егор, с которым мы пересекались пару раз. И вполне с нас наобщались. Мама, на удивление, легко согласилась, и вот я уже трясся с лукой в душном базике. После десяти часов мытарств по нашим дорогам мы наконец-то добрались до этой деревни. Встреча была организована на высоком уровне. Присутствовали почти все местные жители. Как и принято, выпивали, вспомнили прошлое, поплакали. Но закончилось всё песней Зыкиной издалека долго. Мне просто не передать вам моё настроение, когда я узнал, что Егор не приедет. И мне теперь необходимо занимать себя две недели самому. Скажу сразу, что дом у тёти Гали был довольно большой. Мне отвели место в дальней части, и только я устроился на кровати, как сразу же погрузился в царство Морфея. Проснулся я, как ни странно, в хорошем расположении духа. Окно было открыто, и в комнате было настолько свежо и пахло разнотравьем, что даже самый заядлый песеннист невольно бы улыбнулся. Я уже слышал, как на кухне готовятся к завтраку. Бабушка с сестрой смеялись, гремели посудой и накрывали на стол. Я быстро оделся, вышел поздороваться и увидел сына, тётю Гали. Ну, как же я мог забыть-то про дядю Витю? Он был егерем в местных лесах. Часть лета проводил в гостях у своей матери. Мужик он был хороший, лес знал, как свои пять пальцев. И очень много интересного нам про него с Егором рассказывали. Мы обвинялись крепкими рукопожатиями, перекинулись фразами, типа «Ну ты и вымахал, как жизнь», ну и тому подобное. После завтрака он предложил мне сходить на охоту, на что я с радостью ответил в согласии. Идти нужно было до старого охотничьего домика, и расстояние это было где-то 15 километров. После коротких сборов мы выдвинулись в путь. Сначала идти было довольно легко, хоть яркое солнце и пробивалось сквозь кроны вековых гигантов, но в Бору было прохладно. Умопомрачительный запах хвои трав, непривычные для городского обывателя звуки множества птиц сделали наш путь увлекательным. Мы останавливались, даже порыбачили, поймали трех щук на уху. В общем, блаженство. Но по прошествии некоторого времени начала накатывать усталость. Для тех, кто не был в настоящей тайге, я скажу, что это не то место, которое представляют в кино. Но тропинка и маленькие ельники. На самом деле это поваленные сосны. Дорога-то уходит вниз, то круто идет вверх. Ветки так и хотят хлестнуть тебя по лицу. В общем, есть неприятные моменты. К вечеру дня мы вышли на большую поляну, и дядя Витя сказал, что за ней находится охотничий домик. Я с радостью бросился в высокую траву, но он остановил меня и сказал, что лучше это место обойти. Я, проявляя весь свой юношеский максимализм, начал спорить с ним, объяснять ему законы, проведенные прямой из геометрии. В общем, пытался его склонить пройти более коротким путем, но он был непреклонен. И так я в плохом расположении духа отправился за ним обходить огромную поляну. Впрочем, он пытался разговорить меня, но я всячески давал ему понять, что очень обижен. Поверь мне, так будет лучше, сказал дядя Витя. Каким образом парировал я? Ну хорошо, слушай. Раньше на этом поле косили траву всем селом, начал свой рассказ у путчика. Оно делилось на участки для каждого дома. Начинался сенокос. Делил поля староста деревни. Делил, как правило, справедливо, никого не обижал. Но один раз мы с твоей бабкой чуть было не обиделись на него. Случилось это в один из дней, когда мы пошли с ней стога собирать. Пришли на свой участок, начали сгребать сено. Видим вдалеке, на другом участке работает одна девушка. Да только мы вдвоем стог собираем, а она за это время три. Витька, а чей это участок? Спросила меня тогда твоя бабушка. Старосты это участок, вон и дочь его работает. Только почему-то одна. Да ты только смотри, какой староста себе участок взял. Трава густая. Раз так быстро она стога скидывает. Вот хитрец. И продолжили мы работу дальше. Вдруг слышим, кричит нам что-то Полинка, так звали дочь староста, и руками нам машет, зовет. Я говорю твоей бабке, сходи посмотри, что ей там надо, а я работу продолжу. Ушла она, а я остался работать. Проходит время, а она вся бледная приходит и говорит. Иду я к Полине, а она все дальше, дальше отходит, зовет, зовет. Дошла я за ней до начала леса. Там она остановилась и улыбается, и стоит. А я, Витька, испугалась чего-то, не пошла в лес. Что-то в Польке не то. И что же дальше было, спросил у дяди я, уже подогретый интересом. А ничего, продолжили работу, смотрим. Полька тоже на участок вернулась и сгребает дальше сено. Потом опять кричать нам что-то начала, машет, мол, идите сюда. Я Екатерина, да и мы моей бабушки. И говорю, не смотри ты на нее. Видимо, голову перегрела. Так и закончили работу. В общем, смотрим, дочки староста уже и нет. Вернулись в деревню. Катька первым делом побежала к председательскому дому узнать у Полинки, чего она хотела. Ну, а я остался дома, стал коня распрягать. Вдруг бегает твоя бабка и говорит, Витя, нечистый это был, и ревет. Какой нечистый, спрашиваю я, ты че несешь? Полинка с утра в город с отцом уехала. На колхозном автомобиле. Вот тут-то мне стало не по себе. Но доля сомнений осталось. Ну, вдруг, чья-то шутка дурная. В общем, успокоил я твою бабушку, занялся своими делами и забыл уже об этом случае совсем. Как вдруг в солнышу остановилась машина у дома председателя. И из нее вылез он с дочкой. Я узнал потом у водителя, что они действительно весь день были в город. В следующие разы на Синакосе ничего необычного не происходило. Но, как оказывается, только у нас. Жители деревни начали говорить, что все видят там разных людей. Кто знакомых, кто не очень. Кто-то самих себя. На собрании колхоза, пока не случилось еще чего страшнее, решили все вместе перенести Синакос на другие поля. Благо, таковые имелись, хоть и меньше. Но без чертовщины. И что же, все прошло, спросил я. Да, больше ничего никто не замечал, сказал дядя Витя. Ну, мы почти пришли. И вправду, недалеко виднелась маленькая избушка аккурат за этим полем. Вот только недавно, месяца два назад, когда я обход делал, продолжил дядя. Видел я самого себя на этом поле. Как самого. А вот так, смотрю, стоит на меня пялится. Улыбка на все лицо. И рукой подмахивает, мол, иди сюда. А ты? А что? Отвернулся. Да, дальше пошел. Больше никого и не видел. Скажу честно, меня пробрали в тот момент мурашки и стало не по себе как-то. Ведь я пошел совсем рядом с тем самым местом, где приключились все эти истории. Задумавшись над этим, я и не заметил, как мы пришли к домику. Уже начинало смеркаться. Мы развели костер, сварили уху из пойманной нами рыбы. Поговорили о том и сём, немножечко выпили. Я знал, что дядя Витя никому не расскажет про пару рюмок самогона. Да и начали готовиться к сну. Охотничий домик представлял собой бревенчатую избушку без окон с массивной дверью и двумя лежанками. Вырубился я практически сразу, но проснулся от того, что услышал чьи-то шаги за дверью. И чего не спится, подумал я, но увидел, что дядя Витя сидит рядом. С керосиновой лампой. И мне показывают жестом, чтобы я молчал. Я тоже сел. Страшно не было. Я почему-то подумал сразу, что это медведь почуял стоянку и пришёл поживиться чем-нибудь, что оставили люди. Мы же были за крепкими стенами избы, с крепкой дверью, с засовом. Да и ружьё у нас было. А потом всё стало тихо. Потом, позже мы услышали, что кто-то обходит избушку. Снова тишина. Потом снова стук в дверь. Вот тут меня начало трясти. Сердце забилось так, будто вылетит. А тётька был относительно спокоен, сосредоточен. Кто там? Спросил он. Тишина. Только слабое шарканье толчки в дверь. Я весь покрылся мокрым путом. Кто там? Снова повторил тядя. Люди добрые, впустите. Проговорил кто-то за дверью, усевшим голосом. Мне бы только водицы да дорогу показать. Нету у нас воды, дорогу не знаем. Иди по добру, по здорову. Ответил ему дядя. Впустите. Снова раздалось за дверью. И сопровождалось это уже резкими тычками в дверь. Что за херня? Выдавил я из себя. Не знаю, ответил мне дядя. Но ни ног, ни тени нету. И показал пальцем на щель между полом и дверью. Я посмотрел туда и не увидел ничего. Хотя дверь толкнулась. Стук продолжился. Мне стало как-то плохо. В горло поступил ком. Вискак застучало. Казалось, голова лопнет. А стуки в дверь и фраза «впустите» продолжалась. Потом в дверь начали биться с силой. С такой, что я не на шутку испугался. Выдержит ли дверь? Так я и отключился. Пришел в себя уже утром. Дядя Витя сидел у открытой двери и судорожно курил. Он рассказал мне, что это продолжалось до рассвета. А потом просто стихло. Мы быстро собрали вещи и ушли. В общем, с тех пор в тех местах я не бывал в тайге. Но остался один вопрос. Что бы было, если бы мы все-таки открыли дверь? Постскриптум. В деревне больше уже и нет. Кто-то уехал к родственникам в город. Тетя Галя умерла от старости своей смерти. Но все это было уже после того, как в деревне пропали без вести два человека.